Троллейбусный парк Он открыт одним из первых в Московской области и сейчас остался в ряде тех трех, которые еще продолжают свою работу. Некоторые троллейбусы давно отъездили свое и сейчас занимают почетное место музейных экспонатов. Нам еще показывали старые троллейбусы, которые уже не ездят 20 лет. Они прожили и все. А на примере тех, которые еще в строю, показали, как транспорт готовят к выходу на линию. Я не знал, что мы будем мыть троллейбусы. Это очень было прикольно. Парк очень прикольный. А после экскурсии чаепития директор троллейбусного парка Александр Васильев вместе с другими сотрудниками предприятия постарался создать для детей теплую дружескую атмосферу, чтобы этот день летних каникул каждый из них запомнил надолго. Показали, как живет, как работает, как функционирует троллейбусный парк городского круга Химки. Сегодня прошли, показали, какие типы троллейбусов есть, как они ремонтируются, как они красятся, как они моются. Участниками экскурсии по предприятию Химки «Электротранс» стали дети из многодетных семей и семей мобилизованных химчан. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ. Новости Химки ТВ.